Партизанская слава Время летит неумолимо. На сегодняшний день в Енакиево осталось в живых лишь четверо партизан – Медведев, Бондарь, Синищенко и Старичков. Присутствующего на встрече Анатолия Степановича Медведева и остальных ветеранов чествовали заместитель городского головы Александр Андропов, депутат областного совета Юрий Поляков и военный комиссар Игорь Половянный. Нашу легенду партизанского движения Медведева Анатолия Степановича поздравить в этот день партизанской славы. Анатолий Степанович, от имени присутствующих, от имени воинов. Я рад, что в нашей стране чтится память партизан так же, как и участников боевых действий, инвалидов, участников войны. Это правильно, это справедливо. Война эта коснулась практически каждой семьи в нашей стране. И сегодня еще участников войны и партизанского движения в каждой семье помнят и чтят. У меня, например, вот теща в белорусских лесах фельдшером воевала, прошла до конца, до освобождения. И мы об этом всегда помним и в городе будут помнить. Мы рады, что среди нас есть участники, настоящие участники той страшной войны. И дай вам Бог долгой жизни с тем, чтобы вы успели передать знания об этой войне и о том подвиге, который совершал наш народ. Здоровья вам, успехов и всем счастья в этой жизни. Спасибо. В этот день я желаю всем ветеранам, всем жителям нашего города, молодежи, конечно же, всегда помнить эту славную дату. Этих славных героев, которые в свое время принесли, ну, внесли большую всю лепту в дело нашей победы. Всем желаю здоровья, успехов и не дай Бог, чтобы повторилась такая страшная война, которая была на нашей земле. С праздником! В Юно-Коммунаровске также состоялось торжественное мероприятие в честь памятного дня. Сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Из восемнадцати ремян, как многие друзей хороших, бежать осталось темно на теле. У незнакомого поселка, на дырянных бульсотель. На встречу прибыли ветераны, школьники, казаки Чернобыльского полка и Анатолий Алексеевич Корнец, племянник, партизан Михаила и Федора Корневых, которые похоронены вместе с командиром Иваном Сенчуговым, Татьяной Корневой и Николаем Сериковым в братской могиле на территории Юно-Коммунаровского дворца культуры. Для собравшихся выступили артисты народного ансамбля Джерелу, исполнив под аккордеон лучшие свои песни. День партизанской славы – лишний повод напомнить живущим поколениям, что для них сделали защитники Родины в годы Великой Отечественной войны и какой ценой была завоевана победа. Турникмены Турникмены – так называют себя любители упражнений на турнике, появились во дворах нашего города. В микрорайоне Горняк, рядом с одной из пятиэтажек, мы заметили группу молодых людей, выполняющих различные упражнения на установленные здесь спортивные снаряды. Свободные от учебы или работы времени, енакиевские турникмены проводят на дворовых перекладинах и брусьях. Ну вот, ну вообще занимаются там, допустим, ну там человек 10-12, ну это не считая тех, которые там вообще, как, пришли там раз и больше вообще не приходят. А регулярно там с перерывами в один день, вообще без перерывов занимается человек 10. Я начал смотреть, как Саша занимается, и мне, ну просто интересно стало попробовать себя в этом. Ну и попробовал, и как-то втянулся в это вообще. Так начал ходить, 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 и уже сколько я вот с весны прошлой занимаюсь. Да, с весны прошлой, с ранней весны я занимаюсь. И вот до сих пор. Ну у меня перерыв так же, как у них, один-два дня. Ну, мы так, мы стараемся людей подтягивать к этому виду спорта. Такого направления, как турникменство, не существует. Есть, скажем так, дворовый спорт, который по факту включает в себя очень много дисциплин, то есть и воркаут туда тоже входит. Разберемся в понятиях. Джим-бар – вид спорта, популярный в первую очередь в Колумбии. Включает в себя комплекс упражнений на турнике, развивающую гибкость и координацию. Джетто-воркаут – силовая дисциплина родом из трущоб США. Включает в себя стандартные упражнения общей физической подготовки, а также их модифицированные и усложненные формы. Дворовый спорт – российская национальная разновидность джим-бар и джетто-воркаут в сочетании с элементами спортивной гимнастики и акробатики. Хотя этот нехитрый снаряд не так уж легко покорить, по словам ребят, процесс этот довольно увлекательный и полезный. Поначалу – да, а сейчас просто привыкли уже к этому нормально. Когда со стороны посмотришь, кажется, легко. А когда начинаешь заниматься, делать сложно. Ну, конечно, есть такие легкие элементы, допустим. Даже тоже подтягивания – это не сильно тяжелые элементы. А вот если уже брать потяжелее какие-нибудь элементы, то надо приложить усилия. КОНЕЦ КОНЕЦ Как уверяют ребята, возрастных ограничений нет. В принципе, возраст не имеет значения. Потому что гибкость не нужна, тут сила и техника нужна. А она нарабатывается со временем. Нучится, допустим, привлечь людей маленького возраста, допустим, и так потихоньку потягивать, потягивать, чтобы они уже в более зрелом возрасте достигли больших результатов. Конечно, наши уличные гимнасты никогда не станут чемпионами мира или Европы. Их гонорары за выступление никогда не сравняются с заработками футболистов. Они к этому не стремятся. У них другая мотивация. Помимо физической силы и атлетического торса, можно обрести новых знакомых. При этом забавное мастерство является еще и альтернативой вредным привычкам и праздному шатанию. Я буду драться за идею. Я буду падать за мечту. Я испугаться не посмею. И победителям уйду. Занятие уличной гимнастикой, пожалуй, является самым малозатратным видом спорта. А главное здесь желание. А оно у наших героев есть. Субтитры создавал DimaTorzok